Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут? Откуда ты добралась к нам? Это тоже впечатляющий факт сам по себе. И почему решила приехать на мероприятие Светланы Лавровой на Байкал? Меня зовут Оля Самара. Я из Костромы, вообще-то, но живу уже восемь лет в Португалии на острове Мадейра. Сколько тысяч километров ты пролетела, чтобы сюда добраться? То ли 11, то ли 12 тысяч километров. То ли 11, то ли 12? Да. Это сутки в пути? Ну, я делала перерывы, поэтому у меня вышло трое суток на ночёк и так далее. Ну, я счастлива быть здесь. Я уже решила, что буду на Байкале. Я уже решила на прошлом Алтая. Это было год назад. Я уже Свету тогда спросила, что можно сделать, чтобы куда себя вписать, что я точно буду на Байкале. Я уже решила тогда, то есть год назад. Что тебя привлекает в Светлане, как мастере, как человеке, передающем знания? Ты приезжала в прошлом году на Алтай, сейчас ты такой путь проделала, чтобы вы здесь на Байкале вместе? Я чувствую, не знаю, как это звучит всё равно, но я чувствую большую родственность. Я чувствую каждый раз, когда я к Свете, к вам приезжаю, я чувствую, что я снова, хоть и из дома, но домой снова, к родным людям еду. Вот это вот первое. Прямо как дом души. Вот. Просто хочется обнять прежде всего. Во-вторых, это Светина безграничность. Её безграничность, её поле, её самой и вот это вот трансформационное поле, заряд. Я бы сказала, трансформационный заряд. И что я просто очень люблю наблюдать в людях, вот эту многогранность, вот в Свете, вот эта безграничность и многогранность. Я вот видела её, вот эту вот очень стержневую сторону, которую всегда видела, она меня привлекала очень, которой я училась и воспитывала в себе вот этот стержень на Алтае. Это вышло очень здорово. Встроился прямо в меня. В том числе выстраивание границ и знание себя на многих уровнях. И одновременно я увидела в ней большую нежность. Такую нежность, которая как мать мира, я не знаю. И всё это сочетается в этой безграничности. Трудно словами описать, потому что, когда чувствуешь это, просто слова исчезают. И ты просто проживаешь и наполняешься так, что дух захватывает. Как тебе по ощущениям Байкал, Альхон, поездки на Места Силы, которые были здесь во время ретрита, прям достаточно много-много времени провели его на движении, что необычно, кстати, для ретрита. Как для тебя открывались эти места? Места открывались. Байкал прежде всего. Первая же встреча с Байкалом была откровением. Как только я прикоснулась просто взглядом к этому месту, к воде, к энергетике, я ощутила вот это вот, что всё, нет, нет старого, нет прошлого, нет чего-то, какой-то памяти человеческой, я имею в виду, ну вот в таком смысле, который утяжеляет. Есть только сейчас, и это новая, новая, новая плотность. Это новая плотность, и я в неё вошла, и я в ней живу, и уже всё, это уже без сомнения. Байкал в меня просто так, как холодной водой, пробудил к этому осознанию, что уже всё, ты уже в новой плотности. У тебя был какой-то конкретный запрос, с которым ты ехала на ретрит? Если да, можешь его не озвучивать, но расскажи, как здесь этот запрос для тебя реализовался, открылся, насколько ты продвинулась вот в части получения того, зачем ты приехала? Ты знаешь, это у меня, наверное, осозналось и осмыслилась, наверное, сколько-то процентов из того, что в меня загрузилось. Я чувствую, что вошло в меня очень много энергии и перемен, больше таких adjustments, то есть поправок в моё поле. Я чувствую, что это ещё предстоит распаковать в большинстве. Вот, но запрос был идти в глубину себя, ещё глубже соединиться с тем, кто я. И это получилось, это получилось очень нежно, без там слёз и надрывов, а вот именно через чувствование и через проникновение в себя очень глубоко и широко. И пришли новые звуковые загрузки мне, в том числе. Вот, как музыканту мне это ценно очень. Снова вспомнить, вспомнить, что я состою из звука, что я и есть звук. И мне пришли новые вот эти вот чувствования звуковые, из глубин бездомных. Понимание, что вот эта глубина, которой я могу быть. Я раньше не очень-то, я немножко стеснялась в неё ходить в нижние миры, в свою глубину. Что-то стеснялась, боялась, опасалась. Вот. А в этот раз у меня получилось это легко и действительно, ну, ново, по-новому. То есть, я действительно легко прошла туда и могла быть там точно так же, как я вот в этой плотности в реальности. Точно так же осознавая, точно так же присутствуя. И для меня это было ещё одним таким расширением. Что я, как звуковая вибрация, я могу быть везде, в любой плотности. Вот. И чем дальше, глубже я погружалась сознанием всей собой, тем больше я понимала, что там нет никакого противодействия или какого-то мрака, негатива. Там есть лишь плотность. Такая плотность, которая на самом деле, ну, человеческим языком сказать, рада поддерживать высшие мерности и плотности. И на них, на самом деле, на ней, на этой плотности и глубине и стоит и выстраивается всё то, что, к чему мы стремимся, как к высокому. Это очень-очень... Это какие-то глубинные части тебя, которые ты раньше не хотела, не могла принять сейчас. Ну, я что-то думала там о них, что-то опасалась. А тут я поняла, когда я опустошаюсь от себя, кем я себя знала, как от личности, как от той, кто осознаёт и так далее. Просто погружаешься в той, кто ты есть. Ты пустая. И ты просто начинаешь видеть, чувствовать, что ты на самом деле ещё глубже. Давай представим, что это видео через какое-то время, год, два, полгода, не знаю, вдруг, случайно, ты сама откроешь на канале Светланы. А, да. Да, такое может быть. Да. Давай мы из сегодняшней состояния, энергии этого пространства отправим вот той Ольге, которая будет смотреть это видео, послание. Что бы ты сама себе напутствовала и пожелала? Я бы пожелала себе быть. Быть, быть той, кто и есть. Просто расслаблена, не думая об этом. Просто проживая. И понимать, что я там, где я должна быть. И что я на верном пути. Я есть этот путь. И просто чувствовать, погружаться в это чувствование. Да, ощущать вот эти вот эмоции, мысли, которые на поверхности воды, как рябь, как волны, как шторма, иногда возникают. Но их можно просто глубиной наблюдать своей. Я тебе лично сама очень благодарна за то, что ты создаёшь такую красоту через свою музыку, через скрипку. Везде, где ты приходишь, везде, где ты бываешь. И желаю от себя, чтобы твоя музыка была наполнена вот этой глубиной ещё больше. Хотя я не знаю, куда больше, потому что я каждый раз рыдаю, когда тебя слушаю. Меня переполняют вибрации очень хорошими резонансами с тем, как ты звучишь. Я счастлива быть этим, я счастлива этим делиться. И я понимаю, что можно больше. Спасибо, Галюня. Спасибо. 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 Спасибо.